Сегодня 21 октября 2023 года. В Латвии сейчас довольно красивая, но уже достаточно холодная осень. Привет, друзья! Сегодня у меня утренняя прогулка. Я гуляю вокруг Лоздонского замка и похоже, что тут появился новый хозяин, потому что срублены деревья, территория начинает убираться, и это очень-очень радует. Вот такая тут красивая территория, но она была много лет заброшена, а сейчас видно, что нашелся хозяин, который что-то будет восстанавливать. Замок Лоздона – жемчужина Мадоннского края, расположенный в удивительно красивом месте у самого берега озера Лоздона в Латвии. Это историческое место бережно хранит в себе несколько веков наследия. История этой усадьбы насчитывает как минимум 4 столетия с 16 века, но, видимо, и сегодня жилое здание было построено во второй половине 19 века. В 17 веке поместье принадлежало семье Клебеков, в 18 – семье Буденброков, а в 1862 году поместье купил Карл фон Станкевич, который в то время был инспектором школы для родовитых детей-сирот в Гатчине под Санкт-Петербургом в России. Именно он в первой половине 1870-х годов организовал строительство нового жилого дома-усадьбы, который мы сейчас видим. Сведений о том, что он сам или его потомки жили в Лоздоне, нет, но известно, что его сын работал врачом в Риге. В 1904 году поместье купил Теодор Йоханс Яаннес Шмидц. Его отец Яаннес Шмидц был учителем в Пеболге. Теодор Шмидт учился в Тербатском университете и Институте дорожных инженеров в Петербурге. Был инженером путей сообщения и одновременно начальником на юге России. Там же он и женился. Супруга Шмидта была из России и рано умерла. Шмидт был русским чиновником, имевшим чин тайного советника, соответствующий титулу дворянина, хотя и был латышом по происхождению. Шмидт лишь изредка приезжал в Лоздону. В начале октября 1914 года в усадебном доме был устроен солдатский лазарет. Тяжелые бои на территории нынешней Польши привели к тому, что русская армия получила много раненых, которым пришлось искать новые места для лечения. В начале октября в Мадонну поездом были доставлены жертвы боев, которые позже были перевезены в Лоздону. Владелец Теодор Шмидт выделил для него пять комнат с двумя лечебными койками, из которых шесть койк содержал сам за свой счет. Остальные средства собирала в основном православная община Лоздоны. Есть интересные сведения о том, что 15 марта 1915 года в Лоздонский лазарет были доставлены больные разных национальностей. Один латыш из Малмирского уезда, один эстонец из Пярнурского уезда, один еврей, один мусульманин, один немецкий поселенец и шесть русских. Созданием Латвийской республики в 1918 году Теодор Шмидт и его семья перебрались в Латвию. В процессе аграрной реформы ему оставили часть усадьбы, состоящую из примерно 72 гектаров земли и около шести построек. Владение было передано в руки сына Теодора Шмидтса Михаила, который впоследствии покинул Лоздону во времена Второй мировой войны. Он не проживал в барском доме, а сдавал его в аренду, предпочитая жить в собственном доме за замком. Тут сохранилась аллея из кленов и вот таких могущественных, громаднейших лиственниц. После Второй мировой войны в Лоздоне был создан известный на весь Советский Союз звероводческий совхоз Мадонна, а во дворце разместилась его контора. Позже там располагались другие административные учреждения и квартиры. На фоне за замком виднеется заброшенное, начатое строить во времена зверосовхоза Мадонна административное здание. У него тоже имеется хозяин и будем надеяться, что придет время его тоже восстановят. В первой половине 1990-х годов имущество вернули потомкам прежних владельцев, после чего владельцы здания несколько раз менялись. У покупателей были разные планы по использованию здания, но они не были реализованы и здание стояло неиспользуемым и заброшенным. Очень радует, что нынешний владелец взял в руки обновление территории замка. Прогуливаясь по тропинкам вокруг здания, уже сейчас можно наслаждаться видом озера Лоздона. Ранее, даже этим летом, это было практически невозможно. Пожелаем новым владельцам удачи в сохранении и восстановлении этого прекрасного здания и его территории. Замок находится прямо рядом с центром Вольво и Рено, автоцентром, в котором делаются ремонты автомашин. А с другой стороны улицы находится завод по производству молочной продукции Лоздона Спенса и Мекс. По дороге домой стоит старое здание бывшего трактира. О трактирах, которые когда-то были очень популярны в Латвии, я вам расскажу в одном из следующих видео. Вот такие у нас красивые осенние кленовые красные листья. На сегодняшней утренней прогулке с вами была Зажигалочка. Мы вот на такой красивой осенней территории, недалеко от моего дома, совершенно в трехстах метрах. И я вам сегодня рассказала о Лоздонском замке. Следите за моим каналом, подписывайте, лайкайте, смотрите мои видео и наслаждайтесь своей жизнью. С вами была Зажигалочка. До следующих встреч!